Девушки отдыхают Нила незнакомка, она представилась с медицинским работником и сообщила о плохих анализах. Для подтверждения информации пенсионерке предложили связаться по телефону с краевой бактериологической лабораторией и заботливо продиктовали контактный номер телефона. О том, как долго продолжалась эта мошенническая комбинация и какую сумму в итоге за свое исцеление перечислила бейчанка, расскажем сегодня. Вы смотрите участок 112 в студии Евгений Плохотин. Здравствуйте! Сегодня в программе. Игра вне зоны и криминальные денежные потоки. В Бийске за незаконную организацию и проведение азартных игр будут судить 25-летнюю девушку. Шесть лет лишения свободы за огнестрельное ранение. Бийский городской суд вынес приговор по уголовному делу причинения тяжкого вреда здоровью. Выпил по дороге. Мужчина пронес мимо кассы четыре бутылки шампанского. Бийские подростки дают жару. Кражи, грабежи и наркобизнес. Чем занимаются школьники ночью? Итак, начнем. Полицейский пес помог раскрыть серию краж из автомобилей. Служебная собака взяла след и привела к подозреваемым. Ими оказались подростки. В начале четвероногий помощник провел полицейских от одного места преступления до другого. Затем пес проследовал до ближайшего пункта приема металла, где были обнаружены похищенные аккумуляторы. Вскоре полицейские установили личности молодых людей, сдавших похищенное в металлолом. Ими оказались двое несовершеннолетних бийчан. Один из которых уже имел проблемы с законом и более года состоит на профилактическом учете. В эти же сутки подозреваемые были задержаны. Они уже дали признательные показания по трем фактам. Похищенное имущество изъято. Устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным фактам. Полицейские нашли злоумышленника, который раскурочил уличный холодильник и похитил газировку на общую сумму около 3000 рублей. Подозреваемым по уголовному делу проходит 16-летний подросток. Кроме того, как удалось выяснить, несовершеннолетний причастен еще к двум кражам, совершенным в приобской части города, а именно в районе Треста. Молодой человек признался, что ночью снял аккумулятор с автомобиля Нива, а также в соседнем дворе залез в газель и похитил 1500 рублей, видеорегистратор, антирадар, автомагнитолу, аккумулятор и мужской зонд. Расследование уголовного дела продолжается. Шесть лет лишения свободы за огнестрельное ранение. Бийский городской суд вынес приговор по уголовному делу причинение тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в начале февраля в частном секторе заречной части города. Произошел у нас скандал с человеком. Не знаю, как звать его. Чтобы разрешить наказать человека, я съездил домой за оружием. Приехал с ним разобраться. Его на месте не оказалось. Оказалась его женщина, которая начала выхватывать у меня оружие и сама себя подстрелила. Бийчане в этот вечер отдыхали у своих знакомых. Распивая спиртное, между двумя мужчинами произошел конфликт. Они начали оскорблять друг друга. Дальше разошлись по домам. После чего один из них взял ружье и вернулся на место, где продолжалась гулянка. Когда женщина увидела своего знакомого с ружьем, она попыталась остановить его. В этот момент и прогремел выстрел. У потерпевшей произошло ранение дробью. И в результате этого пришлось ампутировать левую руку выше локтя. Данные телесные повреждения относятся к тяжким. В результате чего лицо было осуждено к лишению свободы сроком на 6 лет лишения свободы. Доигрался с игристым вином. В Бийске сотрудники магазина попытались остановить мужчину, который мимо кассы пронес 4 бутылки шампанского. Продавцы требовали оплатить товар, но злоумышленник лишь прибавил ходу и покинул помещение. Задержать грабителя помог один из прохожих, который услышал крики продавцов. Вскоре на месте происшествия подоспели сотрудники частного охранного предприятия и полицейские. Все, он посмотрел такой. Кого-то знакомого он увидел, еще обнимался там стоя. Все, вот он подходит, берет. Сейчас пойдет сюда вот. В первые половины дня в продуктовый магазин зашел мужчина. Он ходил между витринами, затем подошел к стойке, где находилось шампанское, взял 4 бутылки и мимо кассы вышел из торгового зала. Кассир, увидев такого дерзкого покупателя, позвала на помощь напарницу. Поймать злоумышленника за руку помог прохожий. Добавим, что у задержанного удалось изъять лишь 3 бутылки шампанского. Одну он успел открыть и выпил прямо на ходу. По факту грабежа сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Задержанный написал явку с повинной. Кстати, камеры видеонаблюдения, установленные в офисах и на предприятиях, помогают полицейским оперативно устанавливать личности злоумышленников. Антигерой следующего нашего материала, наверное, даже было не в курсе, что его снимают, как он похищает электроинструменты. С заявлением в полицию обратились представители одной из частных фирм, которые, придя на работу, обнаружили, что ночью из офиса пропали пластиковые чемоданчики, где хранились два шуруповерта и перфоратор. Общая стоимость похищенного имущества составила 15 тысяч рублей. Установить личность подозреваемого помогла запись камеры видеонаблюдения. Здесь видно, как ночью в здание входит мужчина и буквально через минуту выходит обратно с тремя чемоданчиками в руках. Уже в эти же сутки полицейские установили личность и доставили в отделение подозреваемого. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Участок 112 мы продолжаем. Смотрите далее в программе. Больше 100 тысяч рублей за таблетки бийская пенсионерка стала жертвой новой схемы мошенничества. Игра вне зоны и криминальные денежные потоки. В Бийске за незаконную организацию проведения азартных игр будут судить 25-летнюю девушку. Лайкни участкового. Полицейский Бийска претендует на звание народного участкового страны. Итак, мы продолжаем. Бийская пенсионерка стала жертвой новой схемы мошенничества. Все началось с того, что женщине позвонила незнакомка. Она представилась медицинским работникам и сообщила о плохих анализах. Для подтверждения информации пенсионерке предложили связаться по телефону с краевой бактериологической лабораторией. И заботливо продиктовали номер контактного телефона. Пенсионерка так и сделала. Следующая участница мошеннической цепочки представилась заведующей лабораторией. Назвала женщине пугающий диагноз и сообщила, что есть возможность приобрести необходимое лекарство. Тут же напуганную и уже на все согласную пожилую женщину соединили еще с одним участником преступной группы. Который уверил, что медикаменты будут доставлены на следующий день после внесения 100% предоплаты в размере 120 тысяч рублей. Женщина, не раздумывая, отправилась в ближайшее отделение банка и перечислила данную сумму на указанный счет. А после поняла, что стала жертвой мошенников. Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности всех участников преступной комбинации. Процессуальное решение по данному факту будет принято по итогам предварительной проверки. Уважаемые бейчане, будьте предельно внимательными и не перечисляйте свои сбережения незнакомцам. Замучила совесть бейчанин раскаялся в совершенном преступлении. Парень сам пришел в полицию и написал заявление, что подстроил дорожно-транспортное происшествие и незаконно получил деньги от страховой компании. Все подробности этого дела расскажет помощник прокурора Бийска Инна Шатабалова. Один из осужденных, достоверно зная, что повреждения его автомобиля получены не в страховом случае, дабы получить денежные средства страховой компании, договорился с подельником сымитировать дорожно-транспортное происшествие. Подельник, соответственно, на указанное предложение согласился, тем самым они вступили в предварительный преступный сговор на совершение преступления. После чего в один из дней в городе Бийске, на улице города Бийска, соответственно, один из осужденных, двигаясь, так скажем, задним ходом, задним бампером, задел, фактически притронулся к переднему бамперу автомобиля второго осужденного, после чего, соответственно, на место были вызваны сотрудники некоммерческого партнерства оценочной фирмы и, соответственно, зафиксировали дорожно-транспортное происшествие, после чего один из осужденных, так скажем, за участие в преступлении своему подельнику передал денежные средства. Это ранее была у них достигнута договоренность, после чего с документами, которые подтверждали факт дорожно-транспортного происшествия, осужденный обратился в государственную страховую компанию и получил, соответственно, за, так скажем, указанное дорожно-транспортное происшествие денежные средства в размере практически 20 тысяч рублей. Но с учетом того, что подсудимые вину в совершении криминерного преступления признали, ранее судимые не были, ущерб возместили в полном объеме страховой компании, им было назначено наказание для лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно. Итак, вы смотрите участок 112 в Бийске. За незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны будут судить 25-летнюю девушку. Уголовное дело следователи уже направили в суд. В ходе предварительного следствия установлено, что 25-летняя жительница Бийского района не позднее июля прошлого года из корыстных побуждений в цели получения постоянного криминального дохода организовала и проводила на территории Наукограда азартные игры с использованием игрового оборудования и интернета. Данные азартные игры проводились под видом осуществления небиржевой деятельности с финансовыми инструментами, так называемыми бинарными опционами и применением программно-аппаратных комплексов. Обвиняемая подыскала в Бийске нежилые помещения, две игровые точки и игровое оборудование. Зал с игровыми автоматами располагался на одной из центральных улиц Бийска. Клиентов заведение принимало круглосуточно. О том, что на улице Васильева предлагают сыграть на деньги и выиграть, полицейские выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Игры зависимых бийчан принимали в одном из офисов на первом этаже пятиэтажного дома. Осмотрев помещение, сотрудники правоохранительных органов изъяли восемь игровых аппаратов и системный блок. Сейчас за организацию и проведение азартных игр 25-летней жительнице Бийского района придется отвечать в суде. Лайкни своего участкового. Бийский полицейский претендует на звание народного участкового страны. В нашем регионе сейчас проходит региональный этап всероссийского конкурса. Бороться за приз будут сотрудники правоохранительных органов из разных городов и районов края. Все они были отобраны из более чем тысячи претендентов. Лучшего участкового Алтайского края определит интернет-голосование. Лайкнуть своего участкового можно на официальном сайте главного управления МВД. Межмуниципальное управление МВД России Бийское представляет Константин Толеров. Он участковый, уполномоченный за речной частью города. Конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов с 11 по 20 сентября, станут участниками второго этапа онлайн-голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель будет представлять Алтайский край на всероссийском этапе народной участковой. Так что давайте поддержим бийчанина, тем более, что Константин Толеров сейчас в тройке лидеров. Что ж, это все на сегодня. Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне. Счастливо, увидимся через неделю. Пошел голосовать за Константина Толерова. Пока. Все, давай, все, пошел, пошел. Давай. Все, давай, все, пошел.